Дмитрий Болевский – выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусств. С 2015 года он учился на хореографическом факультете и получил специальность хореограф-преподаватель бальных танцев. После окончания вуза не остался в родном Минске, а по распределению приехал в Лиду. Первая запись в его трудовой книжке – балетмейстер образцовой студии бального танца «Фьерия Дэнс» Дворца культуры. Хороший коллектив приняли вообще, без вопросов. Я думал, что будет какой-то напряг, но я даже удивился. Все добрые, все хорошие, помогают друг другу. В принципе, весело. Дмитрий Болевский будет помогать руководителю образцовой студии бального танца «Фьерия Дэнс» Виктории Лежнёвой работать с юными танцорами. Его задача – постановка номеров и отработка движений с парами. Дмитрий, можно сказать, подарок для Дворца культуры в целом и, в частности, для коллектива «Фьерия Дэнс». Он мастер спорта Беларуси по спортивным бальным танцам. С этим видом искусства Дмитрий связан уже 13 лет. Начал заниматься еще в школьные годы. Продолжил в университете. Своей партнершей Дмитрий Болевский не раз был призером и победителем соревнований разного уровня. Они неоднократно становились финалистами и победителями чемпионата Беларуси. На их счету 38-е место в топ-50 лучших пар мира, а также попадание в четвертьфиналы чемпионатов мира и Европы. Он связал с танцами жизнь свою благодаря маме. Мама меня отправила в третьем классе на танцы. В принципе, там уже было понятно, что вся моя жизнь будет связана именно с данным видом спорта, то есть не с гуманитарными науками. Там у меня тяжеловато было. Ну, выбрали так. Отучился я в Беларусском государственном университете культуры и искусств. После окончания меня распределили в Лиду. Ну, как распределили, я сам выбрал. Потому что не расстроился. То есть я был готов к этому и даже ожидал, потому что, в принципе, это какой-то новый этап жизни. То есть надо развиваться не только в Минске. Да, я понимаю, там возможностей много, но кто сказал, что нет возможностей в других городах. Результат работы молодого хореографа Лидского дворца культур Дмитрия Болевского можно будет увидеть на мероприятии, посвященном Дню Учителя, которое состоится в первых числах октября. В этой праздничной программе примет участие еще один молодой специалист Дворца культуры Григорий Яршевич. Несмотря на то, что в коллективе он работает лишь с начала августа, с ним связано уже три с половиной года. Будучи учащимся отделения хорового дирижирования Лидского музыкального колледжа, выступал как солист эстрадной студии «Акцент». Григорий родился и вырос в Сморгоне, но четыре года назад приехал учиться в Лиду, а получив диплом, остался здесь работать по распределению. Я начал петь еще с первого класса. От школы меня замесила наш педагог по вокалу и взял меня к себе. То есть с первого класса я занимаюсь вокалом, наверное, проводил по часа три-четыре в день у нее в кабинете. Дальше я хотел поступать на вокальное отделение в Молодеченский музыкальный колледж на Академвокал, но так сложилась судьба, что я поступил в Лидский музыкальный колледж на хоровое дирижирование. Когда я тут выступал как просто участник студии, я мог что-то схалявить, я мог где-то накосящить, что-то там не прийти и опоздать. То есть сейчас же совсем другое. Я, допустим, тоже самое не могу опоздать на работу, я должен прийти и начать как-то заниматься своими делами. То есть разбор песен. В мечтах у Григория спит со своим тезкой Григорием Лепсом. В планах же, конечно, развиваться музыкально. А еще он планирует получить диплом звукорежиссера, поэтому в следующем году хочет поступить в ВУЗ. В отличие от Григория, его однокурсница Анастасия Дамуть уже студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств. Через пять лет она будет культурологом. В ВУЗе учится заочно. И одновременно по распределению работает в Дворце культуры хормейстером Народного ансамбля песней танца «Личанка». В коллективе Анастасия – самая младшая участница, однако к ней относится как к профессионалу. Она же внимательно прислушивается ко всем советам опытных коллег, особенно к руководителю ансамбля Ольге Сергеевой. На самом деле я очень благодарна коллективу, потому что они ко мне отнеслись очень дружелюбно и радушно. Так как я человек новый, никаких проблем с коллективом не было. Я очень рада, что моя жизнь сложилась именно так. Я очень люблю то дело, каким я сейчас занимаюсь, чем я сейчас, в общем-то, и живу. Я очень рада. Я разучиваю новое произведение с коллективом, то есть на мне более такая репетиционная работа. Хотя Ольга Викторовна этим всем прекрасно занимается и занималась, я сейчас еще новый человек в коллективе, я вливаюсь. Поэтому основную роль несет наш руководитель. Знакомство Анастасии Дамы с коллективом Лицкого дворца культуры началось в октябре прошлого года, когда она участвовала в кастинге шоу-программы «Мисс Литчины». Девушка прошла отбор и начались практически ежедневные многочасовые репетиции под руководством специалистов дворца культуры. Для Анастасии все сложилось удачно. Она выиграла этот конкурс. А спустя 8 месяцев влилась в творческий коллектив, который помог ей завоевать корону. Если Анастасия Дамы, Дмитрий Болевский, Григорий Ершевич попали во дворец культуры по распределению, то Ольга Каплун и Маргарита Жилевич сами устроились сюда на работу. Ольга – культорганизатором по детскому досугу, а Маргарита – юрисконсультом и инспектором по кадрам. За полтора месяца они не пожалели, что выбрали именно это учреждение культуры. Приняли меня очень хорошо. Я думаю, что в моей сфере мне будет очень весело работать, так как я молодая мама, и это моя непосредственная работа – заниматься с детьми. Поэтому я думаю, что со временем все получится, и мы рады будем видеть всех на наших интересных новых мероприятиях. У меня появилась возможность сюда прийти на работу и поработать. И это было очень интересным проектом для меня. Поэтому я и пришла сюда, согласилась. И не жалею, потому что мне тут очень нравится сам коллектив, и начальство – все очень позитивное, хорошее. И так как очень много работы, моя сфера такая сложноватая немножко, тем более как начать сразу с этой должности юрисконсульта без опыта работы, то тут мне и помогают люди, и начальство очень хорошо и добро относятся к тому, если я там делаю какие-то ошибки, помарки. Для меня этот коллектив, он, знаете, очень такой своеобразный тем, что они все активные, они все куда-то приглашают. Меня уже пригласили и танцевать, и в ансамбле петь, и я уже выступала на дефиле, которое недавно было, поэтому тут не соскучишься. Всех пятерых новичков можно будет увидеть на сцене во время праздника первоклассника. Он соберет мальчишек и девчонок 25 сентября. Руководство Дворца культуры, понаблюдав за молодежью, уверено, что оно не подведет, потому что молодые люди талантливые, креативные и активные. Они очень активно вступили в творческую деятельность, и это не случайно. Стоит отметить, что ребята, двое из них, были активными участниками наших творческих коллективов и творческих мероприятий, поэтому определенный опыт у них есть. И один из специалистов, который приехал к нам, непосредственно минчанин, хореограф, это действующий спортсмен по спортивно-бальным танцам. Поэтому опыт определенный у ребят есть. Ну и с учетом, что наши мероприятия проходят даже очень активно, они уже приняли участие во многих из них и очень себя проявили профессионально достаточно. То есть влились в профессию. Очень отрадно, что к нам на работу в этом сезоне пришли те, кто был в отпуске по уходу за ребенком, то есть остался в профессии, и коллектив омолаживается. И я думаю, что тандем наших профессиональных сотрудников с молодыми, творческими, креативными ребятами даст хороший результат. Все молодые специалисты обеспечены жильем. По запросу отдела культуры Лидского райисполкома содействие оказали Лидский музыкальный колледж и Лидские электрические сети. Ребятам выделены жилые комнаты в общежитиях. Когда есть где жить и есть желание работать, все у молодежи должно получиться. По крайней мере, как уверяет коллектив Дворца культуры, он постарается сделать все возможное, чтобы ребята стали настоящими профессионалами в своем деле. А уж поучиться у кого, здесь точно есть.